Господа, дамы, с вами Сэр Трогладит и мы будем играть героев третьих. Сегодня любимый ауткаст. Поздравляю всех с началом зимы и ждем нового года, с надеждой на большие и непременно положительные перемены. Да, с был минотавром крупным и раздражительным, и тоже готовился к зиме. Нужно было организовать лесозаготовку для отопительного сезона. На поверхности вьюга и ветер, а у тебя в подземном домике потрескивают полежки в очаге, в руке настоечка, а рядом любимая медузка. Благодать. Да так бы все и было, не прислушайся, Дас, к одному хитрющему Трогладиту, который у костерка жаром рассказывал про живое дерево. Дескать, водится оно в лесах эльфийских, далеких, и когда горит, теплотаж изнутри пробирает. Да, только стерегут то место тайное, секретное, старики-друиды, и только смельчаку в пору с ними тягаться. А тут Дас возьми, да и ляпни, а я такой, смельчак и есть. А там и медузы захлопали, Трогладиты затопали, слов обратно не возьмешь. Отправился подземный лорд за живым деревом. Брутальный Дас готовит к новому году, простите, дрова. Если вы не минотавр, то готовиться нужно лучше. Например, покупать яркие, красивые подарочки на все майки. Здесь каждую неделю проходят акции, а мой промокод на 10% суммируется с ними. Это ли не повод продавать себя и близких? Все акции вы найдете в разделе сейл. Тут огромный выбор принтов с любимыми играми. На сайте более 150 тысяч принтов разных тематик. Каждый найдет то, что любит. Нужен авторский шмот? Ты легко его сделаешь в удобном конструкторе. Переходи на сайт Всемайки и используй промокод на скидку 10%. Напоминаю, что он суммируется с акциями сайта. Или сканируй QR-код на экране, чтобы попасть на сайт, пока смотришь видео. Поехали. Да, свиреп и могуч, как и подобает Минотавру. А против нас субтильный друид или шар. У старика нет шансов. Мы втопчем его немощное тело в грязь стальным копытом. Можно гарпий было бы улучшить. Но, если честно, я неровно дышу к злобоглазым. И холдеры прям люблю. Красивые такие. И еще у нас есть тактика. Это невероятное преимущество именно для первых боев. Можно расставиться в троглоклин, защитить стрелков, подставить кого-то под дракона. В общем, масса полезностей. В дальних землях густо артефакты и сражения. И то, и другое мы любим. Здесь, конечно, не очень удобно. Утопия стоит. За ней бегать только ход и два, конечно, неправильно. Но дровяная шахта... А, нет, кстати, вот она, прям под боком. Получается, что глаз, который там далеко смотреть, он нам не нужен. Расставляемся с увеличением скорости. И ждем. Вот он наш троглоклин. Было бы интересно, если бы воздушные элементарии, ну и прочие бездушные товарищи, они не обладали бы каким-то разумом, такой тактикой, да? И кидались бы вперед. С ними проще было бы воевать. Кажется, было бы здорово. Больно, конечно. Неприятно, я бы даже сказал. Ах, наших елочных малышей обижают. Гарпин тоже достается. Не переживайте. Обязательно нужно побеждать, чтобы сделать выстрел. Даже еще один. Очень-очень нравится. Разумные траты. А здесь 60 троглодитов-проказников. Охотников, в смысле. Негодников, короче. Вот. Это хорошие товарищи. Это добрые. Может быть, даже будет иметь смысл сейчас сделать и наших троглодитов елочными. Чтобы у нас был уже отряд там под сотню. Вижу жилища минотавров. И, ну, даст, как бы, ну, у него на роду написано, именно минотаврами воевать. Но там какая-то вот такая заимка. Не совсем какая-то понятная, красивая. Сейчас посмотрим. Может быть, до туда и добежим. Пока набираем силы. Потому что вот я не уверен, что даже в лабиринт минотавра сейчас отважился бы пойти. Конечно, с нами 60 шипастых персеев. Подожди, или тесеев. Не помню, тесеев. Всегда их путал. Но, тем не менее, будет немножко больно. Прям расстреливают безжалостно. Мерзкие существа. Ну, типа я нижних закрываю, да, поэтому застреляют по верхнему. А верхних, скорее всего, там особо не удержат. Хотя, подожди, там же. Ну да. Ну да. Ау. Очень больно. Ну, гарпи я сейчас в моменте берегу меньше. Потому что, ну, видно, что там уже, наверное, там 100 штук я не наберу. А троглодицы очень даже да. Все. Гарпи держат. Лучников кричат. Троглодиты, давайте вперед! Пытается что-то гарцевать, а? Вот ведь твари. И вот, собственно, на четвертый ход появляются троглодиты, которые пытаются что-то сделать. Можно, можно кусать. Совершенно не... Совершенно безопасно. Угу. И дотыкиваем. Большое количество опыта. На самом деле, они просто нам дорогу преграждали. А вот зомби, я думаю, они охраняют еще троглодитов. Там вряд ли гарпи, да? Хотя вот 46 штук. Может, там и гарпи. Может, там и гарпи. Немножко, помните, да? Тонатофоб. Поэтому, когда мертвяки ходят, мне как-то не по себе. Поэтому я их немножко ускоряю. А в целом, играть, конечно, надо принимать игру полностью. Вот. Такие дела. Стреляем. Ходим. Сейчас будем, наверное, отмашку снимать. Не получается, да? Жаль. Ну, вот вроде... Вроде... Нет, нужно было снимать. Видишь, 4.9. Это такой урон, ну... Не стабильный. Весьма. Не весьма. Так. 4.13. Где же мое благословение? Да будет, конечно, что там. Конечно, будет в какой-то момент. Масса магии воды, вот не знаю. 4.12. Ну, страшно. Давай еще подрихтуй буквально чуточку. Капельку. Угу. И победа. Магия земли. Да. Играем мы с порталом. Ну, поэтому магия земли это то самое, что нам очень нужно. Вот. Так вот формулирует свои мысли ДАС. Я не вижу драгоценных камней. Я не вижу большое количество камня. Которое вон же уголь, да? Я не знаю, как буду строить минотавров. И еще и порталов вызова. Оу. Перед какой стороны сейчас только. Вон, третий день начинается. Это хорошо. Слушай, это даже лучше. Потому что их не 60, а 80. Да. И мы, конечно, сейчас улучшим. Да. Ну, я так подозреваю, что ящеры 30 штук тоже охраняют троглодитов. И у нас будет с вами по 200 этих кибальчишей. Ну, а когда я вот игра за троглодитов, а? Вот. Ну, вот реально. Тут даже начал как бы догадываться, что троглодит в цилиндре считает, что он вот как-то вот чем-то лучше обычных троглодитов. Вот. И троглодит не всегда, скажем так, его принимают. Да. Встали. Рядышком. А вблизи ящерки не бьют. Они вообще не бьют. Они стоят, хорошо держат удар, как бы. Но вот и все их блага на этом заканчиваются. Ой. Вадик тоже мог бы, конечно, выбить побольше. На 4. Давай, попробуй. Вкусни. И хорошо. Так. Давай. Докусывай. Нет. 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 Не получается. По верхнюю, по верхнюю, потому что там, да, 3.9. Еще раз. Отлично. Я считаю, это правильная компенсация. Раз урон разбросан, то хотя бы ходи второй раз. И тут, да, 60 троглодитов охотников. Ну, в принципе, это было ожидаемо. То есть, супер, супер, супер. Я нашел драгоценные камни. Соответственно, Минотавр, Минотаврятню, наверное, построю. Наверное. Здесь нас ждет в Блайндруте. Это слепой корень усиления. Кстати, на такие английского языка вот у меня четкое прям чувство, что вот Блайндрут, это не просто слепой корень, да, а это вот какое-то, не знаю, выражение, что ли, как дополнительная смысловая нагрузка у этого есть. Надо бы потом посмотреть. А между тем, да, спытается усилиться. И вот, не знаю, куда-то надо кинуться. Вот как бы не на ледяных товарищей, потому что там и уголек лежит, да, который нам так нужен. Еще и Минотаврятня. Нет, с такими-то силами можно было бы и драконов сейчас начать плодить, да, по заветам муторе. Но очень-очень рискованная стратегия, потому что, ну, ты не строишь драконов, ты не строишь ничего. Драгоценных камней ровно 10. Нас это устраивает. Но мы, конечно, подкрашиваем троглодицкую загончик. Да. Ничего, 200, 200 ребят, как бы покажут, кому надо. С ними ты вообще никого не будешь, особенно с тактикой. Особенно с тактикой. Трепещите, так сказать, враги. Пару гарпий, ну, так чисто. На сдачу. И вот, смотри, либо мы налево идем с непонятным, да, эффектом. Нас гуля не хватает. Жестко. Либо направо, вроде он там камень. Я еще успею вернуться. Шахты я не вижу. Ой, да. Характеристики у меня 2-3-2-2. Как эти стат у Минотавра. И правда, что... А вот не знаю. Что-то, что-то не... Ну, там, из плюсов, там нимфы охраняют этот... Да. Ну, точно, Минотаврятню. Да, что-то побоялся ледяных элементарей тревожить. Ну, а каждых там 50 штук. И чего? Будет больно. И даже обидно. Да и ходить к ним тоже там целый ход тратить. А уголь мы найдем. Во-первых, еще у нас 3 полноценных хода. А во-вторых, в родной зоне то ли 2, то ли 3 шахты точно должны быть. Так что, не переживаем. Все получится. Скелеты в шапочках почему-то ходят быстрее. Да? Казалось бы, скорость должна снижаться за счет доспехов. Понятно. Ну, вот так вот. Так, черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лишние потери. Но это не страшно. Нагрудник из окаменелого дерева. Еще одно. Что ж. Ну, второй как-то не лезет. А вот, по-моему, нимфов я зря отпустил. Это зря. Я, получается, сейчас с плохой моралью буду сражаться с минотошками. С минотошками не очень хорошо сражаться. Ну, ладно. Что нам остается-то? 40. Ну, нет, друг. Минотошки вы вольные. Такие дикие, я бы даже сказал, немножко. Неприученные к тактике. Поэтому, думаю, сейчас получится как-то грамотнее все это разрулить. Смотри. Троглодит А приманивает Монотавра в точку Б. А, видите. Глаза пропускают удар, чтобы, знаешь, так получше сосредоточиться. Чтобы вот прям стрельнуть вот прям с душой. Наверное, за этим. Вот, но, конечно, я не очень доволен. Ну-ка, давайте. Вот, видите, и сейчас сразу прямая стрела. Как говорится, прицелились, ребята. Молодцы. Угу. По идее, смотри, он раз. Ой, да пош... Да что ж ты вот будешь делать-то, а? Хоть лидерство учи. Ну, такая толпа троглодитов, конечно, подстраховала. Попросту смяли врага. Рынок нужен. Я чувствую, что сейчас буду наменивать. Почему? Потому что мне за следующие два хода нужно поставить два портала вызова. Не один, два. И лабиринт Минотавров. И вот, хватит ли у меня ресурсов, смогу ли я их найти. А вот она, интрига вечера. Ну, конечно, за золото можно было бы метнуться в Нагобанк за быстрым кредитом. Но я думаю, я бы там и остался с такими войсками. Угу. Блестящий ход, скажу вам, коллега. Блестящий ход шестого дня. Мы выбежали на дорогу, взяли сундук и все. Отдел логистики говорит, что просто карта такая, по-другому нельзя. Но я, конечно, недоволен. Ну, чего, все, мы что-то не строим. Просто все, вот мы не строим. В следующий день мы не успеваем чего-то построить. Я зол. Магоги, вот просто разбегайтесь. Слышите топ от копыт? Рассеивайтесь. Ну-ка. Может, воевать с ними будет прямо совсем не с руки? Ох. Все, испугались. Все хорошо. Так, а здесь будет большая-большая куча руды. Деяк, нормально, нормально. А, пещера драконов. Если бы я разделил ее чуть-чуть пораньше. Не, я строю порталы вызова, потому что, ну, тут как бы понятно, да? А, нет, непонятно. Если я не выкуплю этих минотавров, то пропадут они пропадом. Тогда нужно было строить как раз лабиринт. Что-то я не подумал. Не, все нормально. Смотри, сейчас мы зеленого дракона побеждаем. С тактикой это проще простого. Просто вот отнять. Отнять и поделить. Ну, я не контролировал мораль драконов. Что делать? Шлем хаоса и 3000 золота. Ровно на 6 минотавров. Здорово. Вот прям, да, да. Вот так вот. У нас они до сих пор не построены. Первая неделя не получилось. Бывает. Что ж. Но. Зато у нас все равно их достойное количество. Немножко рефлексирую я, конечно, еще на пещеру дракона. Если бы я не взял минотавров, да. Ну, не захватил внешнее жилище. Муравьеда. То можно было бы, конечно, поиграть в муторе дрейк. Но, наверное, уже поздно. Сейчас будут плодиться там в порталах этого вызова и драконы, и минотавры. И в итоге ударный отряд будет и не то, и не те, и не другие. Ерунда, короче. Будет какая-то. А, не ударный отряд. Смотри. Вставляем проглодита. Говорим ему, что сейчас будет тепло и уютно. А потом натыкиваем. Это хорошо. Зеленые драконы. Бешенство. Ну, четвертый уровень я, конечно, бы ждал городского портала. Ну, и молнии, материтный дождь. Я, собственно, могу привести миллион примеров заклинаний лучше, чем бешенство. Даже третьего уровня антимагия, например. В бешенство оно супер редкое, понимаешь? Что это? Это бычья кровь застилает глаза, и ты выигрываешь бой? Ну, может быть. Не знаю. Бывает. С деньгами... Нормально. Нормально. Хоть тебе уже девять минотавров. Много этого? Нет. Ну, достаточно. Наверное, достаточно. Что-нибудь улучшить, посмотреть. Там что-то нет, наверное. Не хочу. Гарпи брать. Гарпи... Гарпи бессмысленно. Ничего они не сделают. Ну, если мы собираемся построить два минотаврских лабиринта, ну, пока у нас ни одного, конечно, то нам очень нужны бодрагоценные камни. Поэтому, в принципе, около дороги, ну, давай возьмем. Ну, давай возьмем. Хорошо. Вот какое-то странное ощущение. Вроде я такой большой, могучий, бычара. С другой стороны, как-то все не ладится, не строится. Что-то не могу понять. Не могу понять. Он так выгоднее. Я не уверен. Даст красавчик. Высокие характеристики. Ну, с армией, да, пока. Немножко печаль. Будем муниципалитет пытаться построить на этой неделе. Поэтому идут такие хозяйственные постройки. Маги. Кстати, мы без маги играем. Забавно. Да. Даст книгу даже себе не купил. Настолько он свиреп. Посмотреть медуз. Но это может быть 20. А может быть и 40. 49 вряд ли. Очень вряд ли. Там их 5. Должно быть кратно. Кратно и 2, и 5. 50. 40. Ох, троглодитый. Ох, сейчас держитесь за все ваши глаза. Будет больно. Будет прямо тяжело. Так, ты еще не ходила, да? И надо загородить тебе дорогу к нашим малышам. Именно не снять отмашку, а именно загородить дорогу. Да? О, и теперь смотри. Тыгдык, тыгдык. Отлично. На тавр, на тавр. Ай. Упор расстреливают. Гады. Гады, конечно. Зачем ты тогда бык туда бежал? Я не могу понять. Даст, вот честное слово. С тактикой у тебя должно быть все хорошо. 5. Глазуни спасли. Ну да. Стоило ли повоевать за двух троглодитов? Наверное, стоило. Я готов отдать свои 3 минутки за двух троглодитов. Честно говоря, думал, будет получше. Наконец-то, черт возьми, мы получаем рудник после стольких лет мучений. И сейчас мы набираем многоценные камни. У нас получается построить, в принципе, все, чем мы хотим. Я бы этого очень жду. Этого очень жду. Мы решили, что драконов у нас не будет. Решили. Так что давайте размениваем, не стесняемся. Кстати, благословение. Кстати говоря, там еще и щит. Так, разогнались, не забыли. Поехали. Даст, мне кажется, огромный винотавр. Вот опыт копыток. Гулка разносится по подземелью. И все знают, это идет ДАС. Не просто это минотавр, да? А именно ДАС. Имя такое тоже, как удар топора. Резкое такое. ДАС! Сразу понятно, что челюсть вылетела. Понимаешь? На вылет все зубы. Ой, да. Я думаю, что я сдержу натиск. Ну ладно. Нет. Не хочу я зонды бить. Даже с дополнительным этим ходом тоже не хочу. Не, не хочу. Угу. Атошки, подгребай. Руби. 12-20. Ну кому-то тоже не помешало бы немножко благословения. Герб доблести хорошо. Будем чаще ходить. Лидерства у нас нету. Вот. Мне прям нравится. Стрелки разбегаются от нас. Да. Да. То есть мы захватываем это мерзко-пиратское место. Да. Лейкет шервер. Но в него не успеваем зайти. Разогнат, соответственно, тоже. У нас там не слишком большая разница по скорости. Поэтому, наверное, ладно. Лабиринт хотите построить? Ну не в Блайндруте же. Давай вот так сделаем, смотри. Угу. А чуть-чуть. Немножко. Ну гильдю магов мы не будем уже строить. Правильно? Правильно. Два муниципалитета. В середине второй недели. Нормально. Кто тебя зовет? Стоит ли нам зайти к пиратам? Пропустить по стаканчику? Знаешь, что меня там сильно привлекает? Меня там сильно привлекает пушка. Потому что с нашей атакой это будет круто. Это будет прям неплохо. Дерево не хватает. Кристаллы меняем. Вот вообще. Зато смотри. Оба. И оба. Пять тысяч, конечно, жалко. Ну, на построение, да. Но это не беда. Давай сюда. Тысяча опыта. Уже не лезет. Золото. Подсобрать, не подсобрать. Мы темп очень сильно теряем. Очень сильно теряем темп. Очень жалко. На временные ресурсы. Но а чего делать? Чего делать? И, кстати говоря, у нас же пятый день на пороге. А у нас лабиринты как-то не строятся. Не знаю почему. Там еще медуз надо завести. Черт, дерева нет. Видимо, вот здесь надо бежать. Да. Да, ломать не строить, а. Как топором помахать? Так это бога ради. Своей любимой секирою. Как что-нибудь возвести, так это нет. Нет. Давай, что. Лабиринт, наверное. Да, там, получается, мы не успеваем уже шестой день. Ну как? Никак. Дерево добыть. Выкупить нужно еще из портальных, потому что они там не копятся. Столько дел. Столько дел. Дерево видишь? Я нет. Ну, хотя бы склепы будем так немножко разорять. Там должно получиться. Нимфы, по идее, отскакивают. Да, то есть, смотри. Врубаемся в вампиров. Потом ходят у нас нимфы. Ну, если бы была бы земля нормальная, ходили бы нимфы. А вот так ходят не они. Ну ладно. Ударили. И 11-12. Такой разброс мне нравится. Дипломатию пока не готов. На себя бы деньги найти. Нет, туда дерево нигде. Нигде уголком, краешком. У меня иногда туннельное зрение, прям как у волка. Ну, хоть не как у троглодита. Ну, то есть, не вижу важные вещи. Ну, что, все. Я не строю там этих минотавров. Не строю. Что ж. Да, вот буду биться, когда финальная битва. Сколько у меня там будет минотавров? Не знаю. Под сотню. Могло быть 150. Сейчас мы еще коробку Пандоры найдем. Там будет 20 или 30 минотавров. Там 20 может быть. Вот это будет прям здорово. Это будет прям спасение. А пока несемся опять в какой-то закуток. В какой-то тупичок. Дружить с кочевниками за каким-то чертом. И все ради шахты дерева. Не вовремя взятая шахта дерева. Вы будете о ней вспоминать постоянно. Такая вот она проглодитская мудрость. Проглокли на этого вниз. Тактика люблю. Что делать? Слабенько, слабенько, ребят. Как-то вот неубедительно, если честно. Вообще неубедительно. Пушка. Пушка и та, вон, палит не слишком слабей. Сотню урона. Угу. Так. Решили напрямую. Ну нет, это глупость. Ребят, кавалерия прям на копья. Она должна с фланга заходить. А вы в лоб несетесь. Дарс. Накажи его. Мне кажется, в принципе, можно было бы меня что-то это. Он поволновался. Тык. Теперь. А, я думаю, бес. Не убил. Это хорошо. И чуть-чуть не хватает нам для дерева. Если бы вот ходил буквально вот 3-4 хода, были бы золотых шаголосов. А потом... А потом, в принципе, что? Суп с котом. У нас же этого нету... Так, котиков я люблю. Что это? Что это такое? Может быть, это дасовское что-то? Не знаю. У нас все равно драгоценных камней-то нету. Слушай, ну... Видите, вот такой вот дуализм минотаврский. С одной стороны, реально классные битвы, да? То есть, прям много торглодитов, минотавры, победы, там, тактика. А с другой стороны, вот... Вот... Ерундой страдаем какой-то. Вот... 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 Вот реально. Вот размениваем вот так, чтобы просто что-то построить. В этом Cold Shadow. В принципе, если сейчас гном... Гномов будет много, может быть, у нас есть какой-то шанс что-то опять наменять и построить. Ну, это пять драгоценных камней. Это две руды. Ой. Может, в костерке руда будет, а? Смотри так. Оп! Ладно уж. Чего уж. Давайте. Одного. Нет, торглодитов я бы отдал. А этого не готов. Никак не готов. Девять пятнадцать. Это почти фотография, да? Девять на двенадцать. Раз. Подготовили. Пригладили для следующих ударов. Подземные гномы. Дулин передавал привет. Не, мы не особо дружны. Вы уж простите. Молодец. Мораль какая-то куда-то задвигалась. Это хорошо. Отскочили. Дорогу надо еще дать нашим рогатым радостям. Ох, сейчас прям полетит голова. Ой, как прям замечательно. А нет, копия сначала будет. А голова, видимо, еще нет. День пятнадцать. Что, ты выдержишь еще удар? Я вот, наверное, не хотел бы рисковать. Сейчас реально Минотавра здесь оставить будет. Ну, вот прям ни к селу, ни к городу. Так. Отмашка снята на нижнем. Помним об этом. И врубаемся. Еще разок. Да давай! Да не переживай, да все будет нормально. Но удачи. Близко, но все получилось. Это был не самый маленький гномник. И пять тысяч греют наш карман неимоверно. Ну что, будем лабиринт остроить, нет? Хочется, да? Хочется. Линькиншир готовый стать брокерами сделки. Нам нужно наменять просто все. Вот все нужно наменять. Тогда у нас получится или нет? Я что-то не могу понять. Не, ну если ты вообще вот прям отдаешь все драгоценные ресурсы. Сейчас золото, конечно. Ну золото вообще было бы кощунственно отдавать. Все, у меня уже пелена застелила. Застелила мой разум. Как красная тряпка перед нами помахали. Все, хотим минотавров. Очень, очень, очень дорогой лабиринт. Но ура, ура, у нас он есть. Ай, не из-за Тодели ничего нету. По 4 в неделю плодятся наши друзья. Да, у меня сейчас где-то вот 20-ка похоже. Да, нет, 35, если я соберу еще до того. Как до того соберу? Никак. Портала нет. Вторая неделя прошла. А где я? А что я? У меня 100 траглодитов. Ну ладно. Недовольно. Недовольненько как-то. Ну ладно. Неделя ласки. Хотя борозок не прокомментирую. А то что же это? А то что же это? Мантикоры прям по дорогам, да. Медузы. Всех бы сейчас их там собрать. Но нет. Я тверд в своем намерении оставить только минотавров во внешних жилищах. Чтоб порталы работали исключительно вот в одну сторону. Тык. А зомби хорошо. Ходячие мертвецы прям приятные. Такие кючечки. Проткнули. А чисто потренировались. Один ход ради опыта сделали. Потому что все равно они никуда особо не доходили. И хорьманы. Вот. Здесь. Покоран наверное что-то улучшать. Да. Цитадель бы выстроить. Выкупить сейчас. Чтобы это знаешь. Вот чтобы точно уже. Чтобы точно. Да. Мне нравится затея. Джины. Вот если бы они храняли только ящик пандоры. Это наверное были бы минотавры. А так это. Не знаю. Ерунда какая-то. Девятый уровень. Девятый уровень. Нечего. Нечего строить. Префектуру следующим ходом. Забежал. Забежал. Ману удвоили. Я бык на третьей неделе. Я не знаю что такое мана. Потому что у меня нет книжки. Купили. Образование быков. Так сказать. Наш приоритет направления политики. Троглодитов усилили. Может глаз еще. Глаз еще добрать. Медузы не садятся. Не ложатся. Так сказать. Я выучил мудрость. Только. Только с мудростью ты сможешь познать настоящую печаль. Мой философский ДАС. Да. Портала не видать. Еще один лабиринт. Черные драконы. По-моему это теоретически возможно. Особенно с пушкой если. Сейчас давайте посмотрим. Требует всего. Проблема у черных. Драконов. В том что они летают на всю карту. Нам. Соответственно надо расставиться так. Чтобы они и не продышали. И не задели наши жизненно важные. Троглодитские органы. Так они по Минотавру лупанут. А если так. Так они по тебе. А если вот так. Вот да. Все. Вот. Все нормально. Так он никого не задевает. И летает либо в пушку. Либо в этим. Все надо запомнить это построение. Ну ты ж молодец. Ты ж просто умничка. Да. Я такой. Я не хочу рисковать. Там. Отмашка будет как следует. Поэтому лучше снимем ее. Корону Верховного Мога. Да. Я чувствую себя. Хорошо. Ну да. А до Минотаров. Я не знаю как бы сколько там недель они еще будут плодиться у нас в замке. Да. Эффективных. Понимаешь. Проблема-то с эльфами как воевать. У них всегда очень высокий темп. То есть там вот эти великие эльфы они прям провоцируют. То есть понимаешь ты хочешь нарываться на там эти медленно бегающие отряды. Говорят кто-то даже там особо скорострельный может на второй неделе на ауткасте вырваться в сокровищницу. Ну я слышал такое конечно. Вот. Поэтому нам тут тормозить сильно не получится. И набирать там сотни Минотавров тоже. Просто придут и застрелят. Ну несемся вперед. Что делать. Ой. Самое удручающее в нашем положении. Что уже вот почти подходит к концу третьей недели. У нас ну не идеальное все. Не знаю как по другому это описать. Я хочу сейчас продвинутую мудрость. И зомби вот они как раз охраняют портал. И с порталом все будет прям по другому. Будет иначе будет замечательно. Порталом просто лучше. Просто хорошо. Что-то как-то так не уверенно. Не заболеть бы. Не подцепить там простудить лес от этих вот ребят. Неизвестно где они там бегали. Так. 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 Еще. 1200 опыта. Я конечно хотел продвинутую мудрость. Но тоже ничего. Логистика еще будет работать. То есть у нас как минимум еще. Не знаю. Неделька. Неделька на 10%. Ну в общем. Ходы тоже. Короче зря взял я наверное логистику. Это на зря. Надо было раньше. Ладно. Не страшно. Экспертная магия была бы лучше. Земли. Ладно уж. Тут берсерк. То есть когда выучим мы продвинутую мудрость. Сюда можно будет вернуться за берсерком. Вот так сейчас на горя звучит. Хорошее заклинание. Доброе. Иногда даже выигрывающие игры. Но. Раз магия огня. Которую мы не выучили. И возвращением. И прочим. Прочим. Куда мы идем? Мы идем типа искать. Ящик с минотаврами. Потому что по идее мы должны двигаться уже на выход. Но мы не сможем выйти. Это конечно пронзило эта мысль. Какое бы ни было сейчас охрана главная. Мы ничего там не сделаем. Мы никого не зарубим. Понравился шлем. Понимаешь. Когда у тебя рога. И ты видишь рогатый шлем. То чтобы ты. Когда носишь рога. Носил рога. Это же здорово. Нет? И охраняют. Опять же это. Единороги. Совершенно. Богомерзкие для минотавров существа. В общем. Оправдали. И решили поохотиться. Тактика тут стандартная. Делаем троглоклин. Чтобы они в него врезались. И одного отманиваем. Самый толстый. Такой. В своем прайме. Единорог. Несется к нашему троглодиту. Хочет проткнуть его. Насквозь. А верхнего я не стал трогать. Потому что он не подождал. И вот смотри. Снятая отмашка. И победа. Так. Сейчас надо как-то это. Будет его. Тебя подрихтовали. А здесь. Ага. Кинотавр не только толстенький. Но еще и бегает далеко. А вот так. По-моему он не должен. Да. Он. Если бы я этого не сделал. Не закрыл. То он бы врезался в мой основной отряд троглодитов. И там потери были бы ужасны. Может быть даже кто-то был бы ослеплен. Шучу конечно. Но все равно. Я не закрою. Либо глаза. Либо эти все равно попадаются под раздачу. Ну потом. А о том о чем я говорю. Мне кажется надо. Смотри. Оба. Этот. Троглодитов. Но для этого там их и прокляли. Верно? Ослабили. То бишь очень сильно. Нормально. Нормально. И. Корона из зубов дракона. Красивая. Она. Очень классная. Увеличивает и силу заклинания. И знания. На 4 очка. Соответственно. Сейчас нам бы только. Не знаю. Какую текную молнию. Найти. В принципе. За мага будем. Сойдем за мага. Странную ты игру ведешь. Даст. Странную и рискованную. Артефактами. Ну вот. Вроде что то есть. Но опять же. Где наш меч? Где наш щит? Где наше что? Не знаю. Ладно. Не знаю. Заходить ли гномом или нет. Проглянутая мудрость. Отлично. И еще одна. Кстати говоря. Жилище драконов. Ну знать бы наперед. Знать бы наперед. Хочу ли я захватить. Как бы вот не знаю. Седьмой день. Я все равно уже не успел никуда. Никуда не успел. Никуда я не успел. И туда тоже сейчас не успеваю. Ладно. Понеслись вперед. Хотя посмотрим. Кто у нас там есть. Может тоже какую-нибудь радость найдем. 12 уровень. Забирайте. Забирайте. Маленько поросятинки нарубим на зиму. А чего? Это хорошо. Обращаем внимание на усилялки. Уже как бы сильно торопимся. Но вот так куда торопимся. То есть кто у нас должен быть на главной охране. Чтобы мы ее смогли пробить сейчас. Гидры. Закидать их магическими стрелами. Ну не знаю. А я продолжаю заниматься хозяйством. С большим опозданием. Практически компенсирующим. Ну да. Архангелы нас порвут. Титаны. Так. Что я позже? Я не туда думаю. Думать нужно в другом направлении. Кого мы победим? Маны много на самом деле. Кого-нибудь медленного? Вот медведя наверное сможем. Черепаха. Вот прекрасный пример. Гидры. Вот кстати щит нам нужен. Ах. Кристаллики. Да, 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 да. Чертовы солевые окаменелости. А я своего рода тоже литолог. Литограф. Лита кто? Ну в общем. Литас это камень. Я очень обрадовался. Потому что игра ставит очень высокую ценность этим существам в бою. Они не такие классные. Они не так сильно кусаются. По ним сложно попасть. Да. Но как бы и только. Свора бешеных псов. Храняют еще один лабиринт пенотавров. Ты знаешь вот книжка у нас будто вот. Вот была же больше. Никто страницы там никаких для хозяйственных там и личных нужд не брал? Чего у нас так мало заклинаний то? Я что не могу. У меня какое-то сегодня прям противоречие. Кажется что я такой знаете. Минотавр такой большой. Могучий такой. Никого не боится. Объективно понимая что уже там четвертая неделя начала. Я вообще ничего не сделал. Ничего не нашел. Утопию не взял. Минотавров кулак не сформировал. Они даже даже не короли. Ой. Все нормально. Все хорошо. Все оле оле и концептуально. Спокойно. Спокойно. Так. 7-8. 7-12. Давайте. Мои дорогие. 12. Бабах. Хорошо бьет. Слушай. Хорошо. Ох ты ж. Молодец. Вот тому самому. Который. Который пошел вперед. Вот ему прям. Прям да. Дополнительную пайку сегодня. Чечевицы. Холдерин. Не. Ну а что ты ожидал как бы да. Что ты ожидал. Продвинутая логистика. Ну и видим надо вырываться. Выходить. Потому что сейчас искать на родной территории. Городской портал. Но это невозможно наверное. То есть. Ну в утопию можно сбегать. Да. Там и остаться. Я затягиваю игру еще там. Не знаю. На. Неделю. А эльф будет в это время резвиться в сокровищнице. Ну что то нет наверное. Что то нет наверное. А в сокровищнице в песках конечно жестокие будут просто сечи. Уничтожающие там наши войска надеюсь нет. Но зато там точно есть портал. Там и книжку можно найти. Ольшара кстати все не все достаточно плохо. Ну судя по характеристикам. Или тоже артефакт не может найти. Так вот. В сокровищнице у нас точно будет какой нибудь побеждаем. Даже на автобое. Трое. Ну это прям счастье какое. Это конечно. Это конечно счастье. В сокровищнице точно найдем портал. Или магию земли. Там вообще без вопросов. Налетай. 101 урон по пушке. Как ты смеешь. 138. 330. Ага. Как-то уменьшается. 40 на 225. Ну нет. Тут понятно что минотавров нужно. Да. Ну наша непобедимая орда. Еле-еле как царапает этих гигантов. Конечно очень нехорошо. Но. 207. Ну а что делать. Защита у них. Очень крепка. Понимаешь. Очень крепка. Так. Это я пропустил. Получается. Да и ладно. Будем кидать. Магические стрелки. У них по-моему шанс отразить. Какой-то неплохой. Типа 20%. Но не в нас отразить. Да. Как у магических. А просто вот. В молоко. Так. Тыкай. Еще проблема. У них нету уязвимых мест. Да. То есть как-то. Ну вот. Не знаю. Спороть брюхо. Совершенно так же сложно. Как там голову отрубить. И там вот. Топором. Зарядить. Уж. А я не буду. Они точно куснут нашего Минотавра. Там урон будет высокий. И победят Минотошку. Поэтому будем отдавать. Наверное. Глазов. Растерзание. И кидать стрелки. 400. Это 300. Да. То есть смотри. Следующим ходом. Мы сейчас кидаем. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот я же проговорил. Даже двух Минотавров. Думал выдержит каким-то образом. Не знаю. Двух Минотавров потерял. И вот она сокровищница. Полная приключений. Я захватываю дух. От того, что нас в ней ждет. Ищем магию земли или свиток. Вот свиток за драконами. Просьбы не предлагать. Там сколько бы их не было. Даже там 10-19 нас покарают. В Лиментон зашли мы. Так. Бык. Месяц целый. Как говорится. В походе. Срочно феечку. Для обсуждения наших тактических вопросов. Сейчас будем разгоняться. Не знаю. Ману остановить нет. В принципе так-то можно было бы. Все как-то не очень. Не. Маны у нас так удвоены. Поэтому смысла никакого. А вот здесь все-таки как-то что-то начинать там улучшать. Готовиться. Когда мы все-таки портал найдем. Мы вернемся сюда. И тут будут у нас улучшенные глаза. Пенотавры короли там. Накопятся там под 50-60 штук. Прям будет ух. Ух замечательно. Будет у нас. Взять ли с собой местных. И магию все равно надо. Магию все равно надо. Вот щит хотя бы выучил. У нас будет массовый щит. Плохо. По-моему хорошо. Карпикор. Карпикор. Хочешь карпикор побеждать? Не увидел я в глазах Даса понимания. А чиродевку побеждать придется. 20-49. Может быть это 20 они разбегутся. Нет. Два артефакта хранят. Сейчас будет порка. Сейчас будет порка. Готовьте свои крупы. Бычье. 49. Да иди же ты. Вы же. Слушай. Ну может они по глазам будут стрелять. Чиродеи умные. Очень умные. Прям отвратительно умные. Давай глаз тоже прям поставлю. Под прямую стрелу. Вот просто вот. Бейте по ним. Каменная кожа. Вот что мне хочешь сказать. Знаешь как. Когда корову не додоили. Она вот в 5 утра так вот мычит. Ну какого ж черта. Отряда то не было. Отряда то не было у меня. А сейчас у меня и того меньше. Ммм. Я не могу уже успокаиваться. Ну что такое. Всях минотаров перестреляли. Кто один. Кто двух. Ну сколько. Сколько кто сможет. Тот столько и бьет. А чего. Чего не бить то да. Да. Не ну как бы. Да пошел то. Как бы ну. О. Вроде удар был по глазам. Кто то скажет. А незачем вырываться в сокровищницу. Без соответствующего на то. Как бы ну не знаю. Санкции. Да. Хе-хе-хе. Ай ты. Скоренный чижик. Тоже мне. А. Экспертная земля у нас только сейчас появилась. Разведка. Вот. Не знаю. Мне кажется. Это уже немножко бессмысленно. Да враг не то чтобы у ворот. Но я чувствую что он рядом. Ну. Как бы. Да. Акроп. Стандартно выходит на третью неделю. Изредка. На четвертой. При условии. Что там. У него какие-нибудь там драконы. Там. Аспиды. Там. Или еще какие-нибудь. Жуткости. Что он уже рядом. Портала нет. Томой не вернуться. Только пешком. Я даст великий. Мне нужно идти вперед. Хе-хе. Да я не знаю. Но я еще может. Что-то я прогрел. Там не знаю. Какой-то портал. Или еще. Нету ничего. Только вперед получается. Вот огры. Вот сейчас охраняют. Свиток городского портала. Может быть они. Нам помогут. Которые шахты нету. Поэтому не получается. Минотавров. Под. Подулучшить. Ну ладно. Что делать-то? Что делать-то? Так. 59 огров. Вот. Я думаю охраняют портал. Вот точно портал. И все меняется сразу. Я возвращаюсь. У меня куча золота. Почести. Там все дела. Все спрашивают. Там где там живое дерево. Где там. Или шаровская голова. А мы такие. Подождите. 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 Вот сейчас. Возьму отряды. Пойду. И всем наваляю. Вот. Вот так вот будет все. Огров. Что-то тут неприличное число. 14. Вот как ты думаешь. 15 минотавров смогут 15 огров победить? Я вот думаю нет. Так. Я думаю что нет. Ммм. 3-6. Массовый щит умеем. Массовый щит моем. Это хорошо. Наверное вот так вот лучше. Да? 8-14. Да вы же мои молодцы. Слушай. Я прям не ожидал. То есть смотри. 15. Побеждают 15. Да вы красавцы. Здорово. Здорово. То есть каждый отрубает по голове. Каждый. Черт вам этим степнякам. Я очень доволен. Я прям доволен. Очень. Прям хорошо. Прям да. Они медленные еще. Я сейчас буду горцевать туда-сюда. Так. Давай монтипайтон. 2 феечки и минотавр. Феечка. Все правильно. Хорошо. Хорошо. Знаешь вот когда вот прижимает тебя. Жизнь откастовская. Вот какие-то прям резервы внутренние собираются. И прям начинаешь играть. И вот прям как последний раз. Я вот прям чувствую. Сейчас все дотащу. Сделаю. Смогу. Давай. Давай. Иногда конечно ты просто расклеиваешься. Уже делаешь просто ходы чтобы доходить. И это тоже нормально. Но сейчас я собираюсь. Я мало ошибаюсь. Что ты мне рассказываешь. Здесь по крайней мере в этой партии точно не было никаких каких-то грубых моментов. Я потом буду пересматривать и пойму что. Хе-хе. Чехот мы тоже начнем с удара топором. Угу. Очень хорошо. Очень. Феечка подлетай. А смотри. Этого сюда. А этого мы сейчас заблокируем. Смотри. Раз. И два. Через кости уже он не пойдет. Да. Феечку сохранил. Как нежно. Великая победа. Я предлагаю. Верезмерение. Я предлагаю прямо сейчас мне засчитать уже победу. Надо Сашке написать что я победил. Хе-хе. Так. Верезмерение. Книга огня. Два свитка. За снайперами. Ну иди возьми. Могущные лечи. Да что такое за враждебность-то. По-моему если я побеждаю лечей. То я к коксу прям подхожу. Но я не могу победить лечей. Поэтому не подхожу. Так вот все просто. Так. Дерево нужно. Дерево очень-очень нужно нам. Потому что сейчас будем строить эту башню. Не доходил говорит. С песочки завяз. Знаешь что хорошо? Замок пока не красный. Замок не красный. Значит кроп он может быть далеко. Сладости, радости, гадости. О! Вот! Ну хотя бы одноразовый городской портал. Но хотя бы в ту сторону. Правда за драконами конечно. Так. Феечку наверное. Не знаю. С моралью у нас в принципе получше стало. Феечка наша. Боевая. Подруга. Не. Наверное все-таки лучше так. Это понятно. Чтобы мораль не портила. Ну и видимо вот они наши драконы. 10-19. Если. Я подчеркиваю красным. Если я их побеждаю. То я хотя бы возвращаюсь домой. Потому что сейчас ждать вот таким вот видом здесь. Это абсолютная глупость полная. Я никого не побеждаю. Эльшар приходит. Меня убивает. Все. Точка. Край. Там конечно свиток может быть. Это будет весело. Если это будет городской портал. Ну ладно. Но по крайней мере вот хоть какой-то. Да. Портал там есть. Драконов. Много. Но и мы. Кое-чего умеем. Гремленят. Взяли на съедение. Таких знаете. Чистых. Непорочных гремленят. Специально для драконов. Подманили. Мастерски. Ну смотри. 1-2. Ууу. Я конечно ожидал большего от тебя. Я думал ты 3 зарубишь. Драконы видать трудные. По 5 штук. Думал на Минотавра. На дракона. Но как раз должно хватить. Но нет. Но нет. Так. Выстрел. Лучше бы подрихтовать под 2. Под 2 подрихтовать. Чтобы. Так. Долетаешь? Нет. Ты как раз. Не долетаешь. Ай. Моих непорочных гремленят. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Мы неудачно встали. Надо было сделать шаг вперед. Еще один. Вот под ним. В прошлый раз. Когда я бил подракон. Нужно было встать на клетку ниже. Чтобы открыть. Красавцы. Молодцы. Супер. Но я объясняю. Нужно было открыть глази. Чтобы они по глазям били. А так я получается 2 минотавров потерял. Просто. А чем не потерять? Руби. Закончи их. На шкурах зеленых отдохнем. Черт ты побери, а. Сколько у тебя жизни-то? Я не могу себе позволить еще одну потерять. Вам глаза? Ладно. Дас измучен просто вот всем, чем только можем. Ай! Городской портал. Вот это ничего себе. Кто же знал-то, а? Сволочь. На судьбу прям у меня какая-то обида. По-другому не скажешь. То есть портал вот оказался здесь, перед городскими вратами. Ну ладно. Ну ладно, что делать. Артефакт не построю. Золота у нас много. И артефакты какие-то там набрались. Тоже что-нибудь поменяем, разменяем. Сейчас если нас не побеждает или шар, да, то у нас серьезно повышаются шансы. Возвращаемся домой. Все собираем. Все улучшаем. Прям вот мистически красиво все получится. Уф, все в порядке. Мы живы. Армии эльфов пока не видать. Подберем из песка блестящий значок смелости и скорее к родным пенатам. Восстанавливаться. Использовать пенат на будем городские врата, потому что вот 150 единиц хода до них. А если из книжки портал, там было бы 200. Так вот полшага и сэкономим. Конечно, нас дома ждали с топором или в крайнем случае на щите. А мы так предварительно вернемся. Соберем силы. Наверное в Блайнд Рут надо сначала, потом в Клоуд Шэдоу. И найти возможность как-то улучшить наших минотавров. Нет, 40 быков это прекрасно. На 40 королей. По-другому звучит, да? Чтобы выкупить вообще всех, у нас похоже не хватит денег. Хотя это и с торговцами артефактами. Может там удастся чего наменять. Хотя бы немножко драгоценных камней. А может и нет. Ну давай пока вот так, наполовинку. Так, там же будет удвоение. Получается это 4 и это 4. А, ну то есть, то есть не важно. Да, не меняется. Хорошо. Удваиваем нашу ману. С вихрем. И здесь, ну на самом деле, хорошее ожерелье. Раз уж мы пошли в такого быка-колдуна. Последний раз я, по-моему, забыл построить рынок. Он влияет на цены на торговцах артефактами. И это очень-очень важно. Разменялись. Построили. О, на это дело не жалко. И улучшение, ну, достаточно дешевое, но крайне полезное. 50 топоров. Это все, с чем я пойду в атаку. Ммм, как-то маловато. Маловато будет. Хотя Лешара вообще не видать. Успеть здесь конников, да, сбрить. Здесь золотой лук. Как раз для глаз и для медуз. Очень прям сладко выглядит. Утопию родную тоже посетить бы надо. Ну, а чего? Там золото. Там уж какие-то книжки полезные. Да это и далеко. А вот это, мне кажется, прямо рядом. Кого будут грызть драконы? Да, давай сейчас, видимо, все. Составные части кулака Огра, не знаю, больше как-то, не знаю, суеверно я не продаю. Я не знаю, вдруг игра затянется и мы его все-таки соберем. Ну, может быть, может быть. Может быть и нет. Надо взять кого-то это. Но про корм драконам, то они к зиме злые становятся. Вот так вот закусишь морозным троглодитом. Самое оно. Ну, остальных терять я как бы, ну, вроде, вроде не хотел бы. Да. В пиратскую бухту. И здесь. Уф, пушку не купим. Не купим, денег нет. Используем как только перевалочный пункт. 20.49. Слушай, ну, в принципе, это хорошо. Как бы, когда брать утопии тройки и четверки, как не сейчас. Верно? То есть дюжим поди. У нас еще массовые заклинания всякие есть. Разные, да? Три. Патрогла. Кстати, могли бы и выдержать. Могли бы и выдержать. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, все хорошо. Этих они уважают. 2, 3, 5, 8. В принципе, благословение прям просится. Просится. Наверное, даже больше, чем щит. Потому что, ну, 8 драконов высечь. Это круто. Без отмашки, тем более, да? Так. Ну да, тут идет работа по глазам. Понятное дело. Давай, да. Защитуемся. Все равно это спасет 2-3 жизни. Эй. Что-то нет. Как-то вот не хочется. Мне. Лучше позащищаемся. Как, как, как рубит, а? Тысяча. О, здорово. Минус мораль сработало. Тысяча уронов, причем по дракону. И утопия мне не нравится. Ну, призубец могущества, окей. У нас не было никакого меча, да? Шляпка та же самая. Рог изобилия был бы крайне полезен. Не знаю, в самом начале, когда я там еще о драконах думал. Ну и доспех. К доспеху нужен, понимаешь, какой-то, не знаю, цепная молния хотя бы. А вот сейчас пушка-то можно и прикупить. Можно и прикупить. Мой блайндрут, получается. Здесь снова докупимся. И вихрь маны сделаем. Вот. Такой будет наш разговор. А что, и гарпи, и медуз? Почему бы нет? Может, там удастся нам добыть золотой лук. И там 30-40 медуз. Да, по году сделают. Будем как-то компенсировать за 50 минотавров. Ну, видишь, ты вовремя их не построил, да? Там ни цитадель, ни замок. В общем, как-то. И вот поэтому их 50. Они планируемые. Сколько там я? 100 хотел. То, конечно, не бывает. Кончились ходы. И теперь товарищ красный, получается, дохаживает этот ход. И ходит полноценный следующий. Как бы, ну, вот такое удвоение. А вот и он. А вот и он. 50-99. И пегасов, и дендройдов солдатов. В общем, дендройды солдаты, они типа как минотавры. Чуть менее мобильные, но чуть пожирней. Что делать будем? Что будем делать? У нас есть один ход. То есть мы сможем сюда. Потом куда-то прыгнуть, что-то улучшить, увеличить. И, собственно, все. Не, ну или отступать, закрываться в глухую оборону. Но, видишь, у нас сейчас есть преимущество некоторое. Преимущество в чем? В том, что центральный замок наш. А Эльшар будет с такой оравой дендройдов. Тут просто куролесить по округе очень-очень сильно. Эльф маловато. Но я опять же не знаю, что там у него. Мощь армии у него выше. Ну да. Силы, конечно, 16. Но это мы тоже сможем выправить. С помощью доспеха. Послушай, я зря завел, на самом деле, разговор. Как бы я в первую секунду понял, что буду там, в Эквинкоксе. Заряжаться с этой морозной свежестью. И, да, побеждать друида. Я сделал удвоение маны. Я сделал улучшение тех и этих. Ну да, кстати, почти 40 медуз. Класс подрастеряли, но это не страшно. Гарпи сыграют свою роль непременно. Артефакт. Что? Что мы хотим? Ну, зубы дракона выглядят прикольно. Да. Кольцо. Кольцо у нас занято этим. Рогом изобилия. Которое, кстати, в принципе, можно и продать. Зачем он нам нужен-то особо? Вряд ли все затянется. Такое у меня чувство. Да, здесь цитадель. Обязательно. И стоим намертво. Такой, наверное, наш план. Доскакивает, да? Да, он точно доскакивает. Вообще без вариантов. Окей. Это сток клевера. Понюхать. Так, вот так вот. Идем. С моралью. Ну, бешенства, что я не знаю. Лишним, наверное, не будет. Это продам городской портал. Мне нужно что-то тут добраться. Остальное, получается, можно продать. В принципе, денег тратить особо некуда. Поэтому вот продаем точно такие дублирующие вещи, да? Так. Кулак Огра. Ну, так. Пусть религиозно пока оставляем. Кольцо. Да, не надо вот это. Надо вот это. Угу. И чем я буду лупить с такой замечательной силой магии? Магической стрелой на 150? Ты ловко придумал. Да, и бог с ним вообще. Вообще бог с ним. Угу. Угу. Так. А. Торговцев я не смогу построить. Я не помню, ассортимент там тот или не тот. А, ну какая разница? Если я туда, то и все. Да. Денег кончится. Давай колечко. Клевер. Прям под завязку забиться. Ну, а что? Нормально. Нормально. Чай выстоим. Торглодиты дрожат. Не понимают, что происходит. Минотавры, как всегда, в довольном настроении. Да, вижу я кулакогра. И где-то, по-моему, дубинку тоже видел. Вот досюда бы доскакать в идеале. Да. Попробовать. Или наоборот, на север сделать там пару шагов. Или я все успею. По-моему, эти птицы охраняют что-то приятное. Да, за элементарями, за лялями этими психологией, психотерапией вижу я как бы золотого гусяня о чем, да, и в магию воздуха, что было бы очень классно. Но там можно нарваться на магиков и, в принципе, потерять всю армию. У нас один ход. Но с дверью измерений. С одной, правда, тоже, да. Можем сделать все, что ты захочешь. Но только один ход. Только одна ночь осталась у тебя. В родном доме медузы уже такие гонят, дасы говорят. Давай уже, иди, воюй, раз собрался там. Ты решил построить... Да, молния. Отлично. И теперь у нас есть молния. Так, это что? А, молния. На 535 урона. При силе изглени 20, да. Не, ну нормально. 500, 500 это сколько получается? Почти под 8-9 дендроинов, да. Ну, разумно, разумно. Окушечных лечей. Собо них тоже еще обтеряться было бы вообще не здорово. Но с тактикой, по идее, должно быть все нормально. Так, смотри, я делаю шажочек. И что-то прогануть вообще. Да не, пойди разбегутся. Чай разбегутся. Да, 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 да. Гарпия замечательна. 900. Потом я еще до туда точно не успеваю. Но меч правосудия смогу взять. Там и страшно, в принципе. Непонятно. Непонятно. Среда надо. Собраться-то, построиться совсем по-другому. Кого могут охранять птицы? Я очень надеюсь на джинов. Джины реально будут прям большой помощью. Очень хорошие. Пятый уровень как раз. Ну, урона-то, может, они не нанесут. Но тут же антимагию выбить. Да, с них можно. Мастерская, между прочим, уровня. Молитву. Да мало ли чего. Разделим. Будет прям благодать. Из антимагии против друида плохо идти. Я думаю, по понятным причинам абсолютно. А что делать-то? Не возвращаться же. Маги. Слушай, ну хорошо маги-то. Но маги неплохо, да? Они количество маны нам, типа, увеличили, да? Ну, подешевле сделали заклинание. Да ну и что? Мы джинов хотели. Ладно. Чай лишними не будут. А, я не доскакиваю, да, по-моему? По-моему, я до меча правосудия. 688. Я не доскакиваю. Я ошибся. Туда только 300. Взять 150. И обратно 200, да? Сейчас я не доскакиваю. Мне нужен еще один ход. Ну, на фениксов даже не смотри. Хотя тоже, конечно, почему бы и нет, но нет. Можно в утопию рвануть, но там опять же непонятно, что. Еще и какой-нибудь загрызут. Или вот в библиотеку. Как вы думаете? Чубык под старость лет поучиться. Книжки там, трактаты. Только все полезные, строго пацанские. Сунзи до Макеавелли. Кажется, неплохая идея. Собрать пару характеристик. Если не ошибаюсь, мне как раз должно хватить, да? 188. Да. Портал сколько стоит? 200, да? Да, 200 на Высокой Магии. 200 плюс 300. То есть у нас ровно есть 1168. У нас есть ровно один шаг по песку. Мы можем вот что-то вот одно взять. До этих не долетаю, по-моему. До этих я не долетаю. Две верные тоже не долетаю. Не, наверное, долетаю. Вот там страшно. И там, честно говоря, непонятно, что там. Или не долетаю, подожди. Не, не долетаю. Я под клювом становлюсь. И все. Зря шаг лево сделал. Зря. Ладно. Давай тогда Медуз потрошить. Что делать-то? Медуза песчаная. Не родня нашу. 110. 6. Мне кажется, справедливо. И еще одна Силаманья. Еще там 25 урона лишних. Смотри, я делаю шаг. 238. Все рассчитано до миллиметра. И возвращаюсь в Эквин Кокс. Подзаряжаться морозной свежестью. Я, по-моему, так уже шутил, но... Да. Ну что, расстановочка. Расстановочка. У нас нету глобального сильного отряда, но, может быть, это и хорошо. То есть и Медузы постреляют, и Маги. Что я говорю такое? Как, может быть, хорошо, что нет ударного отряда? Да, видно, конечно. Мне кажется, так надо идти. 610 бахать. Массовый щит есть. Да чай, справимся. С Тадель тем более, да, стрелять будет. Я даже не смогу, не могу посмотреть, сколько у него всех. У меня нет этой штуки. Бешенство. Да ну пусть будет, но все равно как бы особо... Нечем забивать инвентарь. Пусть будет. Пусть будет. Что ж. Осада. 79. Ёх-тыж, ничего себе. Эльфы, кстати, тоже могут быть противными, если у него есть золотой лук. У эльфов часто... Часто он есть. Пегасы... Пегасы тоже могут создать проблем. Если долетят, снимают отмашку, да. То есть ни в коем случае баканов нельзя под них подставлять. Ни в коем случае. Гномы. Ну туда-сюда. Эльфы. Так, средненько. Нароги. Ну вот да, пегасы, наверное. Великие эльфы. И, конечно, главный аттракцион. Это... Живое дерево. Эх, нарубить, конечно, мы хотели. Но не в таких количествах. Полтора раза больше. Да, полтора раза больше. Ну, 80, у нас 50. У нас 50. Но мы быстрее. То, конечно, при осаде не имеет никакого значения. Давай, пегасы. Ах, бычий цепень. В смысле, цепная молния пошла по нашим рядам, а? Ай, ну что ж такое-то, а? 740 урона. Так он нас просто перекидает. Это первому 740 урона. Только первому. А он там почти в два раза. Ответим на поставленный вопрос. 610. А там 740. И там дважды. Ну, почти удвоение за счет того, что напрыгает. Ведь он меня просто перекидает. А дендройду у него пожирнее. Поэтому... Надо выходить. И куда-то сражаться. А как? Я не знаю. Не, ну подожди. У нас характеристики сильнее. Да, у нас, как бы, вон, на токозащитища. Здесь шар, как бы, как и положено дуруиду, весьма субтилен. Весьма субтилен. Троглодит выдержал. Толстенький. Хороший. Хороший троглодит. Куда бы шмальнуть магами? Урон как-то вот не ахти. Хе. Стрелял по глазам. Делится секретами кроп. Слушай, мне кажется, надо единицу пегасов уничтожать. Просто сжигать. Потому что следующим ходом снимают отмашку с минотавров. И 50 серебряных пегасов вырезаются в наших быканов. Там урон может быть весьма-весьма существенный. Слушай, может эльфы великих? Знаешь, чисто так, чтобы не мучались. В целом, это правильная тактика уменьшать количество отрядов противника. То есть, ну, там, отмашку не снимет, не подопрет, не подбежит. Ну, что-нибудь, в общем. Хочешь под каток пегасов подставиться? Не хочу. Гарри троглодит. Вообще не хочу. А вот этот, кстати, на самом деле и может, да, взять как-нибудь вот так вот на мины. Ну, конечно, я понимаю, что крупный компьютер. Но вдруг как-то не справится с управлением и пару мин соберет. Так что, нам будет приятно. Вон, дендроиды уже побежали. Слушай, вот не такого урона я ждал, если честно. Не такого. Четыре. Ну, что это такое? Десять выстрелов ты даже всех не убьешь. Надо было стрельбу качать или лук там брать, или еще чего. Семнадцать тридцать один. Да, неплохо, но... То есть, мы просто выровняем шансы. Прямо головы разлетелись. С треском. Мы выровняли бы шансы под дендроидом солдатом, да. То есть, у нас пятьдесят. И у них там, ну, с некоторой удачей там чуть больше пятидесяти, да. Но, они бы нас приковали под стрелу, подо все на свете. Запугивать все, что нам остается. Это ожидание пегасов, да. Это на ожидание они, эти товарищи. Он не может ни до кого долететь, кроме, собственно, минотавров. Но минотавры сразу ему ответят как следует, просто. Как следует. О, это интересно. То есть, он на стрелков, да, моих побежал? Не знаю, зачем. Типа проверяет, что... Надо было рубить минотаврами, пока их было пятьдесят. Вот сейчас их уже только тридцать пять. Отвратительно. В два раза больше дендроидов. В два раза. И мы это никак сейчас не изменим. Так, ну, можем, конечно, со злостью рубануть по пегасам. Да. Наверное, думал, что мы это... Эльфов тоже бы высить неплохо, но проблема-то не в эльфов, вы же понимаете. Я тоже это сейчас понял. Кажется, хорошая мысль это вот сделать вот так. Опа. 41. А в ответ 13. А в ответ тишина. Не фигас, сейчас достреляем. Обязательно, чтобы ходили первые мы. Ходили первые мы. Потому что он открывает следующий ход. Кидает цепную в быков. Что? Одна теория минус. Видимо, он правда хотел загородить дорогу. Для этого ему нужно было встать прям под ворота. Филигран. Филигран, конечно. Так вот, если пегас ходит первым в следующем, да, раунде, то цепная молния по минотоварам. Их остается 20. И 20 против 70. Но я не перекидываю магии. Никогда. Мне нужно драться. Очень, очень больно драться, если честно. Тракладиты, может, спасут. Я не знаю. 69, а? Задорные какие, а? Великаны. В два раза больше. В два раза. У нас 35, у них 70. Ну, что я сделаю? Я не знаю. Волния шарашить. Но мне нужна антимагия. Даст, у тебя есть антимагия? Нет, у меня, говорит, нет антимагии. Вот-то зря. 15-22. Но я сразу получаю в ухо и до свидания. Хотя... Пронт они маленький. Видите, какие высокие. Слушай, а если... Бычья ярость! Уху-ху-ху. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Еще раз. Нет, не еще раз. Смотри, выровняли. Было 35, 70. Стало 23, 32. Ху-ху-ху-ху-ху. Я сейчас не ждал такого эффекта. Это был такой, знаете, немножко... Фолл последней надежды. Ну, получилось неплохо. Хе-хе-хе. Так я выиграю сейчас. Я думал все уже. Уже думал все. Конец. Концович. По глазам. По глазам. Ну, это правильно. Всему нужно просто еще дожить. И... Ему нужно дожить. И он кидает цепную молнию. И, в принципе-то, и конец наступает. По-моему, я успеваю его, это... Погрызть. Нет? Давай. Одного хотя бы. Все для фронта. Все для победы. Вот это, мне кажется, это ошибся. Это, мне кажется, тебе надо было стоять смирно. Конечно, он, наверное, добивал бы. Через молнию тоже, точно. Все. Победа! Победа! Нарубили дров, а! Вот это прям потрясающе. Да умри ты уже. 10 тысяч опыта. Красавчик. Красавчик, Дас. И победила бычья ярость. Здорово. Я очень рад. Я прям... Я прям очень рад. Вернулся Дас из того похода, дважды посидевшим. И первым делом осушил целую бочку на стойке на подземной жабе. А как отдышался немного, принялся того самого хитрющего троглодита искать. Но того, конечно, и след простыл. Большое спасибо, что посмотрели. Огромная благодарность тем, кто поддерживает канал. До встречи, герои навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok